Приветствую вас, дорогие друзья, на очередной торговой сессии вторника на календаре 26 октября. Меня зовут Виктор Паньков и мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Итак, давайте посмотрим, какие тенденции у нас на текущий момент актуальны. Начнем с индекса S&P 500. Индекс, согласно нашему ожиданию, продолжает двигаться в восходящем направлении. Вчера мы все-таки оттестировали наш целевой диапазон, выполнили двухсоставную размерность и пока что цена немножко зависла на котировке 45.76. Что ожидать в дальнейшем? Ну, во-первых, у нас есть ближайшая среднесрочная цель, это ключевой диапазон 45.89, 45.90, 46.13. И достижение этой цели будет говорить о том, что после нее мы будем ждать некоторой коррекции. Поскольку эта цель уже среднесрочная, здесь возможны какие-то дальнейшие варианты развития событий. Коррекция у нас пока что на текущий момент рассматривается к уровням 45.52, 45.37, далее 45.18 и 44.86. Это уровни минимальной глубокой коррекции по отношению к последним восходящим движениям, краткосрочному и среднесрочному. Собственно, если у нас будет пробит локальный максимум сегодняшнего дня 45.80, то придется эти уровни немножко скорректировать и подтянуть к пробитому максимуму. Ну, а пока что расклад именно такой. То есть, сегодня мы ожидаем продолжения восходящего движения. Если будет какая-то коррекция, то на этой коррекции мы, соответственно, с вами купим. Все очень просто. Идем дальше. Евро-доллар. По евро-доллару мы оттестировали нижнюю зону ликвидности. Как видим, достаточно четкое движение здесь произошло. Хотя мы и возвращались к этой зоне и заходили вглубь. То есть, тестировали нижнюю границу зоны ликвидности. В данный момент мы пытаемся выйти из накопления, которое образовалось как раз за вчерашний и сегодняшний день. А это означает, что при закреплении выше границы этого накопления у нас будет тенденция располагать к дальнейшему росту. До верхней зоны ликвидности 1.1668-1.1685. Это наша цель на текущий момент по евро-доллару. Что касается вчерашнего нисходящего движения и возможных уровней сопротивления. Здесь я их предпочел не ставить, потому что сами объемы показывают, что движение здесь было достаточно резким и по сути здесь пустота. Поэтому даже если мы с вами нарисуем здесь какие-то уровни сопротивления, они по большей части не будут иметь под собой никакого фундамента. А значит, сдержать цену у них вряд ли получится. Давайте хотя бы ради чувства выполненного долга их отметим. Но ориентироваться на них я не рекомендую. Так, уровень минимальной коррекции 1.1622, уровень глубокой коррекции 1.1638. Вот такие границы получаются. Ориентироваться на них можете, но отрабатывать, думаю, лучше не стоит. Лучше именно подумать о том, чтобы найти хорошую точку входа для движения в восходящем направлении. Идем дальше. Фунт по отношению к доллару. Что касается этой валютной пары, мы сейчас пробиваем как раз треугольник. Несколько часов назад мы пробили уровень сопротивления и сейчас устремились в восходящем направлении. Зона ликвидности фактически уже отработана. И если вы предпочитаете рисковый вариант торговли, поскольку тренд у нас здесь восходящий, а сигнал мы получили именно в селл, то здесь можно открыть сделку в шорт. При этом стоп-лосс спрятать за ближайший локальный максимум. Стоп-лосс составит примерно 39-35 пунктов с текущих позиций. И потенциальная прибыль первой тейк-профит будет 90 пунктов, ну а второй тейк-профит можно будет поддержать уже до каких-то более дальних целей. В любом случае пока здесь тенденция именно такая, но этот вариант развития событий мне не очень нравится с точки зрения того, что мы заходим все-таки против тренда. Ближайшая цель в восходящем направлении у нас в границах 1.38.72, 1.38.88. Соответственно, в достижении этих целей здесь также можно открывать агрессивные сделки в шорт, поскольку с большей вероятностью здесь будет слабая восходящая конструкция, дивергенция, плюс локальный предыдущий максимум. То есть очень много факторов сходится в один. Идем дальше. Доллар по отношению к японской иене. Как видим, здесь у нас также есть формация вложенного дня, и здесь ни одна из границ пока не оттестирована. Поэтому отмечаем на графике 114.100, 114.321 это верхняя зона ликвидности, 113.269, 113.052 это нижняя граница. Идея здесь будет у нас точно такая же. Пока что преобладает восходящий тренд, это мы видим прекрасно по положению средних скользящих, но диапазон средних цен мы фактически уже прошли. То есть сейчас цена располагается на 135 средней скользящей. Соответственно, если мы будем тестировать верхнюю зону ликвидности, то здесь я рекомендую принимать решение от котировки 114.241. Это уровень глубокой коррекции по отношению к последнему нисходящему движению. И в этом случае мы с вами будем рассчитывать вот на такое движение в шорт, как раз с тестированием целевого диапазона, отмеченного ранее. Это 113.075, 113.112.932. И от этих границ здесь уже можно будет подумать о том, чтобы зайти в лонг, поскольку тренд у нас восходящий, если он, конечно, не сменен. Вот такой сценарий по доллару и монстры. Так, что касается доллар-канадца. В восходящем тренде мы пока что с вами не оказываемся. Все, что было до этого, стоит воспринимать исключительно как коррекцию на ту размерность, которую мы отмечали ранее. В данный момент цена пытается пробить линию поддержки, а это значит, что у нас здесь возможно продолжение нисходящего движения. Ближайшая цель по нисходящему движению это 1.22, ровно 1.22, 184. Здесь, значит, какие у нас возможны точки входа. Но самая, наверное, удачная точка входа это дождаться формирования паттерна 1.23. То есть сейчас мы как раз пробиваем трендовую линию поддержки. И как только образуется вершинка, будет коррекция, сразу же можно будет выставить отложенный стоп-ордер на пробой этой вершинки. И таким образом присоединиться к нисходящему движению. С текущей позиции, с одной стороны, конечно, зайти можно, но с другой стороны, представьте себе такой сценарий, когда мы здесь нарисуем ложный пробой и спокойненько уйдем в восходящем направлении. Этот сценарий также нельзя списывать со счетов, поэтому будьте внимательны, не рискуйте понапрасну. Ближайшие уровни сопротивления сверху 1.24, 419 и более дальние 1.25, 187. Что касается целей по циклическому движению, ну, у нас здесь есть несколько вариантов, как эти цели отметить. Одна из них это 1.24, 85, 1.25 ровно. Вот этот ключевой диапазон можете себе отметить. Что касается более ближайших целей, ну, давайте посмотрим. Они здесь, скорее всего, есть. Все-таки надеяться на движение в восходящем направлении при очень таком уверенном нисходящем тренде, это, наверное, не совсем правильно. Так или иначе, у нас здесь есть целевой диапазон, который совпадает с уровнем минимальной коррекции, и отсюда уже можно спокойно работать в нисходящем направлении. Ну, а если вы хотите зайти в лонг, то я вам здесь ничего не покажу, поскольку тренд остается нисходящим, и это просто будет неправильно. Доллар-франк сегодня отскочил от уровня минимальной, от уровня глубокой коррекции, выполнив с небольшой погрешностью предыдущую размерность. Здесь у нас все пока что идет в рамках сценария, и мы практически долетели до уровня минимальной коррекции. Отмечаем себе эти уровни 0.91.927 и 0.91.767, это уровни поддержки на текущий момент. Соответственно, от этих уровней, от отработки этих уровней будет зависеть, куда же мы пойдем дальше. Если вы до сих пор здесь не стоите ни в лонг, ни в шор, тогда я вам рекомендую подождать, или даже выставить отложенные ордера на указанные уровни поддержки. И если цена от них благополучно отскочит и пойдет в восходящем направлении, то при пробое сегодняшнего локального максимума можно будет сделки спокойно перевести в безубыдок. Ну а если все-таки мы пойдем вниз по продолжению сценария нисходящего тренда, то здесь у нас будут уже немножко другие границы, другие цели. Давайте их вместе отметим. Это получится 0.90607, 0.90765. Вот такой целевой диапазон у нас получится по доллар-пранку. Ну и также нельзя забывать, что скорректироваться мы можем, выполнив размерность по нисходящему движению. А это у нас будет котировка 0.91, 0.35. Так, австралийц-доллар. По австралийцу мы сегодня отбились от уровня глубокой коррекции. Также нас отшвырнула вверх линия поддержки, поэтому сейчас фактически здесь цена зажимается в неком таком треугольнике. Вчерашний день также не отличался особой волатильностью по данному инструменту, поэтому здесь, как мы видим, образовались новые зоны ликвидности. Верхняя зона 0.75214, 0.75404. Нижняя зона 0.7446, 0.74269. Сценарий достаточно прост. Выставляем отложенные лимитные ордера на каждую из этих зон. Но здесь есть одно «но», как обычно, пресловутое «но». Если мы будем отрабатывать в первую очередь верхнюю зону ликвидности, то это получается сделка против тренда. Для того, чтобы здесь по максимуму обезопасить себя от получения внезапного стоп-лосса, скорее всего придется ставить стоп-лосс очень-очень далеко. То есть, если мы даже будем заходить где-то от этой границы, то у нас получится порядка 58 пунктов. Это очень много. При том, что потенциальный профит у нас получится 84 пункта, а более дальний профит вообще не факт, что будет получше. Может быть, мы скорректируемся и пойдем дальше в восходящем направлении. Поэтому торгуйте верхнюю зону аккуратно, а вот у нижней зоны можно спокойно выставить лимитные ордера, поскольку даже если мы пробьем линию поддержки и выполним движение к нижней зоне, здесь фактически у нас будет вот такое трехсоставное движение. И после этого трехсоставного движения цена даст необходимую коррекцию для того, чтобы нам с вами закрыться в плюсе или, по крайней мере, перевести сделки без убыток. То есть, вот такой сценарий по австралийцу долларов. Что касается новозеландца, здесь у нас вложенного дня нет, поскольку тренд восходящий, мы будем рассматривать сценарий именно продолжения восходящего движения. Тем более, что сегодня мы пробили наклонную линию сопротивления, и поскольку здесь у нас есть дивергенция, мы рассчитываем на то, что мы отработаем достаточно неплохо вот это восходящее движение как минимум, ну а как максимум мы идем на перебой хая, который у нас образовался на прошлой неделе. Соответственно, сейчас что мы ждем? Ждем восходящего движения. Ближайшая цель у нас 0.7198. Более дальняя цель, ну прям совсем дальняя. Так, это 0.72265 структурная цель. Это на обновление локального максимума. И циклический диапазон. Это 0.72970, 0.73381. Вот такие цели по новозеландцу. Что касается нисходящего движения, пока мы не перебили пиво от пятницы, это 0.7189, у нас еще возможно трехсоставное движение в нисходящем направлении к цели 0.7193. Но, учитывая характер движения цены в данный момент, думаю, что вряд ли этот сценарий будет исполнен, хотя, конечно, все возможно. Идем дальше. Золото. Золото вчера также нам подарило вложенный день, дополнительные зоны ликвидности. Отмечаем. Нижняя зона 1785.61, 1777.25. Верхняя зона 1816.91, 1825.06. И так же есть у нас здесь два уровня поддержки. Это 1798.34, 1792.49. Сценарий основной будет следующий. Поскольку тренд у нас здесь восходящий, будем рассматривать основное движение именно в лонг. От уровней поддержки можно покупать. Но будьте внимательны. Поскольку эти уровни поддержки у нас находятся, ну, фактически внутри пятницы, то очевидно, что объемы, которые здесь формировались, они уже не актуальны для поиска каких-то точек отскока. Поэтому уровни достаточно слабые. Так что я бы вам рекомендовал именно работать с отложенными ордерами от зон ликвидности, от верхней и от нижней. Это будет наиболее надежный сценарий на текущий момент. Что касается серебра, здесь ситуация немножко попроще. У нас также есть вложенный день, также есть границы, но эти границы, они более понятны. То есть первая граница соответствует максимуму пятницы, вторая граница соответствует минимуму четверга. То есть, в принципе, обе границы находятся, ну, фактически на экстремумах, поэтому отработать их будет гораздо проще. Здесь мы просто выставляем отложенные ордера и ждем отработки либо нижней зоны, либо верхней зоны. Я склоняюсь к тому, что мы все-таки спустимся еще немного вниз и отработаем сначала нижнюю зону, поэтому в первую очередь поставил именно отложенные ордера снизу. Ну, а в остальном будем смотреть по факту. Ближайшая цель сверху у нас пока что обозначена зоной ликвидности, более дальняя цель 25.09.25.146. Нефть марки Brent. Вчера мы с вами открывали шахтовую позицию, сейчас она находится в небольшом плюсе, но я пока что ее не переводил без убыток, поскольку ситуация еще может поменяться. Напомню, что стоп-лосс мы с вами размещали за глобальным максимумом, поэтому даже с учетом вчерашнего обновления траек после утренней сессии у вас не должно было, по идее, сорвать стоп-лосс. Проверяйте. Сейчас я рассчитываю все-таки на то, что мы поддержим эту сделочку дальше. У нас будет нисходящее движение в рамках текущего тренда. Это будет как минимум достижение котировки 82.89, но и при пробое локального минимума 83.14 можно будет эту сделку перевести в без убыток. А ждем мы достижения цели 80.82.81.22. Эта цель, конечно, находится немножко поближе, чем максимальное двухсоставное движение, но она находится... Мы ее выстроили, исходя из, опять же, соотношения по нашей сетке Fibonacci. Так что эту цель можно считать актуальной. Доллар-рубль продолжает падать. Уже 69.23 и пока что смотрим мы на ближайшую цель 68.93. Здесь нет смысла рискать какие-то отскоки или что-то в этом роде, поскольку все цели преднесрочные мы уже давным-давно отработали и давным-давно пробили. Осталась только структурная цель, то есть та размерность, на которую мы спускались ранее. Поэтому ждем достижения этого уровня, а дальше будем смотреть, что происходит с ценой, то есть будет ли она лететь дальше или нет. В любом случае цели. Можем, конечно, отметить по такому глобальному варианту наши цели. Так, секундочку. Давайте посмотрим, какие у нас здесь цели могут быть. Детка Кибоначчи на вершину натянули. Ну и что мы здесь по факту видим? Видим, что практически мы уперлись в 161 уровень по отношению к этому движению. Поэтому, в принципе, от этого уровня может быть какой-то отскок. Но поскольку он находится совсем недалеко от ключевого уровня, отмеченного ранее, то я все-таки думаю, что мы долетим именно до него, а здесь уже пойдет какой-то небольшой отскок. При этом обратите внимание, что восходящее движение, которое мы привыкли видеть по сетке Кибоначчи, оно будет возвращать нас примерно в область 71.50, ну, что является достаточно таким серьезным коррекционным движением. Так что не факт, что мы его с первого раза преодолеем. Возможно, какие-то промежуточные коррекции. Будьте здесь также внимательны. Так, и что касается биткоина. Пока что мы продолжаем танцевать вокруг уровня минимальной коррекции. Я все-таки рассчитываю, что мы уйдем еще чуть-чуть пониже по трехсоставному нисходящему движению, куда-то в район котировки 56.358. Здесь, конечно, возможны различные варианты, исходя из построения. У нас есть вот эта зона, ограниченная котировками 54.000, и ровно 55.200, куда у нас приводит одна из структурных размерных. Есть также структурная размерность, которая приводит на котировку 57.345, но это все сценарий нисходящего движения, то есть сценарий коррекции. Не факт, что эта коррекция вообще последует. Мы прекрасно знаем, как иногда ведет себя биткоин, когда растет, импульс нападает, и та коррекция, которую мы получили, и факт, что она еще не завершена. Вполне может быть, что это все, на что мы, в принципе, можем рассчитывать. Тем более, что некое подобие разворотного паттерна здесь есть, но правда пока что без ретеста линии поддержки и сопротивления, то есть вот этого зеркального уровня. Поэтому так, если вы сейчас находитесь не в рынке, то я рекомендую вам подождать достижения верхней границы, откуда мы еще раз можем попытаться продать биткоин. Это 64.354 уровень глубокой коррекции. Ну а уже отсюда, соответственно, можно будет попытаться зайти в сделку. А если мы будем пробивать этот уровень и закрепляться выше, то здесь будет сценарий однозначен. Мы пойдем дальше в восходящем направлении, ну и, соответственно, будем корректировать цели, исходя уже из этого движения. Ну а пока что, пока что сценарий именно такой. На текущий момент у меня все. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал Амаркетс. Желаю вам всего хорошего, удачной торговли. Пока. Продолжение следует...